Ребятки, смотрите, мы пришли к Бристолю погулять, и сегодня у меня машина. Я говорю, вот, я, наверное, тоже буду замуж скоро выходить. У меня сейчас жениха, мы хотят подогнать, познакомить меня с мужчиной, интересно. Вот, ну, я не знаю, получится у нас завтра эта встреча или нет. Мужчина боится, просто боится, панически меня просто, я не знаю. Ну, что, так я страшная такая, что он совсем. Я уже говорю, господи, ну, где-то же есть моя пара, человек, который не боится, которому нравится, как я выгляжу ярко, вот так вот фонтанирую такими идеями, мыслями там все, да? Вот, прямо боятся, боятся, что неверная буду, что там изменять буду. Да не буду ему изменять, господи, кто ему это сказал? Я очень хороший человек, очень. Вот тебя не похвалишь, никто не похвалит, честное слово. Просто, ну, хочу, чтобы нашелся такой человек, который будет, ну, комфортно со мной, который будет просыпаться каждый день, и праздник ему будет от того, что я есть, понимаете, на свете. И, в общем-то, мы будем счастливы. Я умею варить варенье, я умею петь, я умею играть, я люблю караоке-клубы. Я люблю жить, просто люблю жить, знаю, как жить. Вот, какая кресина поет, это мой разноответный мир, да? Хочешь, я подарю тебе любовь, да? Я подарю тебе любовь, я научу тебе смеяться. Сейчас многие люди разучились смеяться. Сейчас очень много серьезных таких людей. Просто вообще у людей панические атаки сейчас. Откуда? Потому что люди перестали смеяться совершенно. Люди очень много боятся. Не бойтесь. Вот я говорю, завтрашний ухажер мой, женишок. В общем, не бойся меня. Вот она я такая, я не страшная, не кусаюсь. Мы посидим, просто попьем чайку в кафе где-нибудь, да? Поговорим о жизни. И ты увидишь, какая я, а я увидишь, какой ты. Может, приседать нам и разные для друг друга люди, неподходящие друг другу. Я не знаю, мы будем друзьями, в конце концов. Я мечтала, чтобы у меня была машина, чтобы я была на свадьбе вот такая красивая невеста. Чтобы у меня было все хорошо, ребят. Я однажды уже выходила замуж, еще хочу. Но кто-то сказал, что не надо выходить второй раз замуж, что по слабостям вашим. Да по каким слабостям? Ну, женщина не должна жить одна. Дети мои выросли. И я выросла. Я стала взрослая. Ну, девочка. Взрослая девочка, Леночка. И все равно верю в любовь, верю в сказку, верю вот в счастье, верю в хорошее. Верю, что есть тот человек, которому я предназначена, да, свыше. И он мне предназначен. И я верю, что мы будем счастливы. Смотрите, какое небо красивое. Гляньте, какие красивые облака. Кто-то говорит, она все говорит, гляньте, гляньте. Ну, как еще, вот как сказать, да? Ну, покушайте, сказать, что ли? Ну, слово, гляньте, оно для того и существует, чтобы обратить внимание людей. Вот облака, какие розовые, нежные, гляньте. Это же диво. И каждый закат неповторим. И каждый человек неповторим. И я уникальна. И тот, который ко мне придет, он тоже уникален. И надо уважать выбор друг друга в жизни, да, направление жизни. Вот придет ко мне человек со своими интересами. Я должна уважать эти интересы. Он жил до меня как-то, да, существовал без меня. И это, если я приду, я даже не знаю, что я должна поломать его внутренний мир и вообще его поломать. Я должна либо принять этот мир, и чтобы наш мир стал, в общем, один на двоих, да, и чтобы он обогатил мой мир своим миром. Либо мы разбегаемся, ребят, и все. Я вот честно хочу мужчину, знаете, чтобы он был умный, чтобы он любил петь, любил песню, чтобы он умел все делать, чтобы жизнь у него была как песня. Чтобы он, понимаете, ласковый был. Чтобы он говорил, Леночка, Алёнушка, киска моя, солнышко моё. Я вот хочу такого. Я вообще кошечка-кошечка вот такая, понимаете, по характеру. Вот. Кто не знает меня, ну, кто-то знает меня, какая я. И, в общем, я обещаю, что я подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Пока.